Александр, скажите, пожалуйста, про Армению, что вы знаете? Я был в Армении всего один раз, в городе Ереван. Я не помню в каком году, но это было лет 10 назад. Очень колоритный, очень красивый, очень добродушный, очень вкусный город. Там было очень вкусно, там было очень душевно, там очень хорошие люди. Я бы с удовольствием повторил этот эксперимент, но уже с концертом. Потому что я был не с концертом, я был в качестве гостя, но с большим концертом ни разу там не было, к сожалению. Я знаю, что меня очень любят в Армении. Спасибо, я безумно хочу туда приехать с большим концертом, потому что я считаю, что армянские зрители, слушатели, во-первых, должны увидеть воочию, а я должен увидеть воочию их. Мы должны законнектиться, скажем так, почувствовать друг друга. И очень этого жду. Будем надеяться, что скоро после ковидных ограничений у нас все получится. Увидеть вас там. Спасибо. А про Арно Бабаджаняна что скажете? Какая любимая песня первая, которую вы уже услышали? Ой, у Арно Арупиновича столько много красивых песен. И этот концерт, который сегодня проходит, тому подтверждение. Великолепный мелодист, уникальный от Бога. Таких, к сожалению, сейчас песен не пишет никто. Возможно, такие сейчас другие времена и, к сожалению, другие тренды. А с другой стороны, может, это и хорошо, потому что пока мы можем наслаждаться именно тем первозданным творчеством, которое нам подарил Арно. Уникальные песни. Знаете, они сразу проникают прямо в сердце. И они... До свидания. До свидания. И они надолго там остаются, что самое главное. Понимаете? Сейчас, конечно, много музыки вокруг, много информации. И любая песня может тебе запасть, но она может так же быстро выйти. Потому что уже приходит новый день, и какая-то новая песня, новая. А эти песни не вечные. И вы видите полный зал людей, которые знают. Каждую песню знают. Каждую песню подпевают. Какая сумасшедшая лирика там еще. Стихи. И все это одно на другое накладывается, и создается такое волшебство. Вот это вот, наверное, секрет успеха Арно. То, что он писал так, вроде бы, просто и так сложно одновременно. Просто по восприятию люди сразу это перекладывают на себя. Но там очень глубокая и очень сложная музыка. Для таких вокалистов, как вы. Да, да, да. Как-то я сожалею, что сейчас нету таких композиторов, которые могут писать. Мы все вот люди, которые обладают вокалом. Волос. Это показывает, чтобы зритель очень соскучился по такой музыке. Я каждый раз в комментариях вижу, как зритель негодует, насколько сейчас стала музыка проста и банальна. И так хочется это изменить. И я, по крайней мере, все, что от себя зависит, я буду продолжать дело Арно. И безумно хотелось бы, чтобы нас становилось больше. Спасибо вам огромное. А вы поете на своих концертах его песни? Иногда пою, да. У меня вот уже 3-4 песни есть в репертуаре. Арно, я, конечно, пока не берусь за его такие самые громкие хиты. Во-первых, потому что у нас есть масса артистов, которые сразу забирают, знаете, эти песни себе. Но я думаю, что в каком-нибудь из каких-нибудь моих будущих концертов, дай бог, я обязательно спою. Тем более, что, опять же, багаж, тот клад, который он оставил, он колоссальный. И песен много. Настолько плодовитый композитор. Настолько он это все приумножил, он столько подарил вообще. И спасибо ему огромное за это. Спасибо вам большое. Не буду больше вас задерживать. Огромное спасибо. Всех благ. Ждем в конце. До свидания.